Получилось так, что я его купила в 2016 году, вот, а потом я где-то через года два я узнаю, что здесь будет кладбище. Мой дачной участок, ну, как видите, там как раз вот идёт кладбище, а здесь вот собираются сделать новую карту. Вот, и я сегодня тоже вот заметила, что тут уже вот работал трактор, прям вот буквально вообще вот прям рядом. То есть получается, что они будут уже, ну, вот прям вот, у нас здесь вот недалеко овраг, вот, и я думаю, что они прям вообще будут рядом. Ну, вообще, как бы положено, ну, хотя бы даже 50 метров нету. Они настолько близко стали заселять это кладбище, то есть они уже и перешли, и ров перешли. И дошло до того, что они стали уже сносить садовые домики, которые находятся на нашей территории, и уже выкорчивают плодовые деревья. То есть они непосредственно уже прям, не то, что какая-то санитарная зона, а непосредственно идут прям по нас. Дело в том, что кладбище находится по горизонту выше нас, выше. И каждую весну, каждую весну весь снег оттуда идёт сильным потоком, как речка. И вот эти наши колодцы питьевые, вы видите, у нас питьевая вода, газ, свет есть, всё. То есть у нас даже прописка здесь, вот у меня кремлёвская два прописка, городская, мы к городу относимся. И вот эта вода идёт и заливает в эти колодцы. Если где-то, а это может быть обязательно, пластиковая труба, какая-то будет протечка, и труба будет втягивать в себя вот эти подпочвенные воды, вы представляете, какая будет трагедия? Я участковому говорил, но он, конечно, не в его полномочиях всё это сделать, потому что попадание в питьевую воду трупного яда – это ужасно. Это ужасная смерть, и у нас, извините, у нас вот и дети, и пожилые. Здесь может быть просто вернуться, обернуться всё этой трагедией. Самая крайняя дача получается 30 метров от её забора до начала могил. У нас год в среднем строится от пяти до семи домов по улице. Это много. За 10 лет, вы видите, что у нас получилось. У нас район жилой уже стал. А это что получается? То есть, ну давайте сразу тогда нас, извиняюсь, вражение, прикопайте, да и всё. Не будем мы вам мешать. Мы тоже хотим жить по-человечески. Вот я должен что своим детям оставить? Вот у меня две внучки, сын, да? Я думаю, ну вот построил дом, семь комнат, два этажа, огромные веранды, шашлычки. Я думаю, как-то я всё прям хорошо для сына сделаю, а да? Да он сюда ходить не будет, когда будет кладбище. И внуки не будут, и внучки не будут ходить. И они скажут, дед, ты что вообще шлифонарил? Ты где это всё сделал? Возмущение в душе у каждого очень сильное. Да, всё правильно. Потому что я говорю, вот мы как говорим, администрация нас учит жить по закону, а получается сама, извиняюсь, и в первую очередь нарушает этот закон.